Привет, Арнольд! Тебе не надоело генерировать картинки с помощью искусственного интеллекта? Ого! Ты решил загрузить их в Тиндер? Думаешь, кто-то на это купится? Ничего себе! Новое сообщение! Тебя зовут на свидание, Арни! Твоя безобидная фотка в соцсетях, как и миллионы других, формирует базу данных для распознавания лиц на улице. В США каждый второй взрослый состоит в базе данных, и его можно отследить с помощью 50 миллионов уличных камер. Поэтому искусственный интеллект с вероятностью 99% найдет тебя где бы ты ни был. А вот с твоим гардеробом не поможет ни один искусственный интеллект. Ведь трудно выбрать между двумя зелеными футболками. Арнольд, главное правило — будь собой и выгляди естественно. Но не настолько же. Базу данных популярного GPT-3 можно сравнить с 285 тысячами книг по 200 страниц каждая. Если человек будет читать по 7 книг в неделю, то уже через 5470 лет он может прочитать последнюю. Искусственный интеллект справится с этой задачей за 5 лет, что будет на 101143% эффективнее человека. Волнуешься? Я тоже. А вот и она. Вау, красотка! Как она клюнула на тебя? Подозрительно. И она смеется с твоих шуток? Очень подозрительно. Десять страйков подряд? Как-то подозрительно. Арни, ты же ужасный фотограф. Да ладно? Она что, робот с искусственным интеллектом? Кажется, она от тебя хочет не любви, а кое-что другое. Лучше сматывайся, Арни. В гранатомете XM-25 используют искусственный интеллект, способный сам распознавать цель и выбирать способ взрыва. Но популярным оружием с искусственным интеллектом остаются беспилотники. Они могут распознавать лица на расстоянии мили и делают это не более чем за 2 секунды. Но кто его знает? Может, эти дроны будут скидывать вовсе не бомбы? Арнольд, тебе просто так не избавиться от этой кибермадам. Идея. Ее телефон у тебя? Скорее, Арнольд, нужно как-то ее отключить. Может, получится перенести твое сознание на флешку? Интересно, сколько гигабайт нам понадобится? Трудно поверить, но мозг Арнольда имеет огромную запоминающую плотность. Его емкость — 2,5 миллиона абстрактных гигабайт. Для этого понадобится 2500 дисков объемом 1 терабайт. Подпишись и поставь лайк, чтобы узнать больше интересных фактов. Бедняга. Ничего, Арни, скоро ты будешь киборгом. Полуроботом-получеловеком. Тогда тебе вообще ничего не будет страшно. Страшно будет всем остальным. Hasta la vista. Большая часть головного мозга занята различными жизненными процессами. Даже чтобы пукнуть, потребуются миллионы нейронов. Объем семантической памяти, информации об символах, знания об окружающем мире значительно меньше общего объема. Например, для изучения всего английского требуется всего 12 мегабайт. Ничего, Арнольд, мы успели перекачать все данные из твоего мозга. Получилось не так уж и много. Все поместилось на одну флешку. Я даже докачал пару фич. Теперь ты сможешь решать задачи по математике без калькулятора. Точная оперативная память мозга может удерживать в голове от 5 до 9 цифр одновременно. Это всего около 40 бит или 5 байт. Можно увеличить оперативную память, объединяя разные элементы. Например, 3, 5, 2 — это 3 элемента. А 352 — один элемент. Арнольд, ты снова можешь начать жить своей обычной жизнью. И теперь тебе не грозит боль в животе от избытка пиццы. Пишешь всякую ерунду чату GPT? Арнольд, из-за тебя искусственный интеллект подумает, что человечество глупее, чем он. А это опасно. Стой, тебе что, неинтересно, что ответит чат на ту чушь, которую ты написал? Даже Илон Маск боится, что ИИ может уничтожить человечество. А ты его еще и провоцируешь. Похоже, у тебя закончилась туалетная бумага. Думаешь, это самое страшное, что могло случиться? Арнольд, это не ты издал этот звук? Я же говорил! Из-за твоей глупости ИИ уничтожит все человечество! Или не все. Ядерный взрыв разрушит примерно 3000 квадратных километров. Всего на Земле пригодно 362 миллиона квадратных километров. Чтобы уничтожить все, понадобится 128 тысяч боеголовок. Это в 10 раз больше, чем есть в мире. Ну что, Арни, ты готов к ядерной войне? Хорошая новость. Часть человечества выживет. Вопрос только, надолго ли? Консервы — отличный выбор. Ну, последняя банка была лишней. Но, как ты думаешь, Арнольд, долго ли ты протянешь без растений? В Шпицбергене построили международный бункер хранилища семян. Там находится более 900 тысяч семян. Но может поместиться до 2 миллиардов. Этого хватит, чтобы возродить всю фауну Земли. Ну, или будет что-то есть долгими зимними ядерными ночами. Хорошо устроился Арнольд. Чипсы, вода, растения, консервы, лекарства, даже компьютер. Но, кажется, ты забыл главное. Один ядерный взрыв в среднем выбросит в атмосферу 50 тонн пыли. Пыль от взрыва всех ядерных зарядов может закрыть от 50 до 85% неба земного шара. Что за... Похоже, все вокруг дико глючит. Отличить виртуальную реальность от реальности с каждым днем становится все сложнее. О, дежавю! Спокойно, параноик! Бродячие животные частенько проникают в дома, чтобы добыть себе еду. Или все-таки мир вокруг тебя — это симуляция? Расслабься, приятель! Это оптический обман. Если сменить угол обзора, все станет на свои места. Ведь все, что ты видишь, — это плод воображения твоего мозга. Свет, попадая на сетчатку глаза, превращается в импульс, который передает информацию системе визуальной обработки изображений. Оттуда сигнал поступает в мозг, и ты можешь видеть. И когда... Вау! Что за красотка! Очередной глюк или последствия распродаж в масс-маркетах? От такой синхронности твой мозг разорвет в клочья. Арнольд, это точно нужно снять на видео. Но вынимай телефон из кармана аккуратно. А то полицейские могут подумать, что ты тянешься за оружием. Так работает иллюзия. Твоя ретикулярная формация возбудилась. Куда собрался, секундяй? Арнольд! А это еще кто? Нет-нет-нет, даже не вздумай. Это не матрица. Плохая идея, как и снять продолжение легендарного фильма. Знакомься, Арнольд, это галлюцинация. И она усилилась в 300 раз. Мозг Арни превращается в жижу. Собственно, как и он сам. Тут требуется квалифицированное медицинское вмешательство. Что за... Меня тоже глючит. И он, похоже, проголодался. Арнольд, смотри! Это же ты из будущего! Остановись! Ему не нужна твоя одежда. Ему нужна помощь! Поэтому ты отправляешься в 2050 год. Да уж, не так все представляют светлое будущее. Ведь к 2050 году Земля будет страдать от глобального потепления. Население планеты вырастет до 10 миллиардов человек. Это вызовет перенаселение и нехватку пресной воды. А сверхдержавы развяжут войну за последнюю банку Пепси. Представляешь, планеты на грани уничтожения, а они воюют из-за Пепси. Что ж, вернемся к нашей миссии. В 2050 году у каждого человека есть кибернетические импланты. А поскольку вражеские дроны могут засечь импланты на расстоянии 10 километров, ты, Арнольд, являешься самым неуязвимым человеком в 2050 году. Именно ты поможешь изменить ход войны. Итак, Арнольд, противник замечен на севере, но путь к нему преграждают электромагнитные пушки. Вместо снарядов они стреляют электрическими импульсами, а скорость импульса превышает 7 тысяч километров в час. Нужно срочно найти укрытие. Бегом в метро. От пушек вы укрылись, но есть и другие проблемы. Сканеры обнаружили дронов. Арнольд, не переживай. Ты же помнишь, что эти дроны даже не заметят тебя. Нужно просто проскочить мимо них и выключить питание. Молодец, Арнольд. К такому будущее не было готово. Вперед! Вы почти у цели. Пора выбираться на поверхность. Арнольд, вокруг полно противников. Залезай в экзокостюм. С его помощью ты можешь стать суперсолдатом и преодолевать большие расстояния, не уставая. А все физические нагрузки становятся в 20 раз меньше, чем есть на самом деле. Теперь ты непобедим. Нужно только разобраться с управлением. Арнольд, нет. Арнольд, ты только что убил себя из будущего. Ладно, не время горевать. Враги приближаются. У тебя есть огнемет. Используй его. О, да. Никто даже подумать не мог, что такое произойдет однажды в Голливуде. Арнольд, ракета. Арнольд. 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 Ты серьезно пострадал. Поэтому врачам пришлось тебя немного апгрейднуть. Почти как новенький. Но есть проблема. Теперь нам нужен солдат без имплантов. И тебе нужно отправиться в прошлое и найти его. А вот и доброволец. Тащи его в портал. А-а-а-а. А-а-а. Угу. Эй. 195 государств разместило твое фото во всех средствах массовой информации. В базах полиции и не только. Тобой займутся лучшие спецподразделения мира. Ми-6. Разведка Великобритании, которая работает круглосуточно уже сто лет. Ай-Эс-Ай. Пакистанская межведомственная разведка с самой многочисленной резидентурой в мире. 10 тысяч агентов. ЦРУ. Осторожно, Арни. Они используют пытки. Канадская служба разведки с бюджетом на поиск свыше 507 миллионов долларов. Как ты думаешь, тебе удастся скрыться? Ты в каждом мобильном в соцсетях. Кажется, ты стал популярнее, чем Гретта Тунберг. Уверен, она завидует тебе сейчас. Ведь ты можешь реально помочь человечеству. Просто отдай им свою кровь. Всю. До последней капли. За тобой уже отправили элитный спецназ всех стран. Морские котики. Французские жижинь. Китайские снежные барсы. Ну, конечно, схватить тебя сможет любой школьник. Большой брат следит за тобой. Только в Нью-Йорке около 20 тысяч камер видеонаблюдения. Они делают фото, сверяют дистанцию между главными точками на лице. Нос, глаза, рот. Данные конвертируются в нумерический код человека, отпечаток лица. И сверяются с базой. Кроме того, в Даркнете любой может купить базы изображений с видеокамер кафе, больниц, торговых центров, даже рядом со зданием ФБР. А значит, узнать, где ты был еще пять минут назад. Лови. Чтобы спрятать лицо от камер, используй очки со встроенными инфракрасными светодиодами. Для камер твое лицо будет выглядеть, как светящееся слепое пятно. Погоди радоваться, ты забыл к ним батарею. Этого мало. Тебе нужна маскировка. Не нужно было жрать столько пончиков. Они спровоцировали излишнее скопление газов. Дай волю ветрам. Выглядишь отлично. Но поисковые собаки найдут тебя по запаху масляной кислоты, по худшему компоненту твоего пота. Не поможет. Достаточно одного грамма пота, чтобы собака учуяла тебя на крыше вон того десятиэтажного здания или на глубине 15 футов под бетоном. Только в США почти 7 миллионов беспилотников. Хватит махать руками. Возьми специальное оружие против дронов. Эта пушка стреляет широким потоком электромагнитного излучения. Так что тебе не обязательно прицеливаться. Достаточно, чтобы поток помех накрыл дрон. И тогда он утратит связь с базой и потеряет управление. Что ты натворил? Затеряйся в толпе, придурок! Целуй. Что делать? Этот поросенок немного умнее Арнольда. Нет, не потому, что у нее встроенный чип нейролинк в мозге, а потому, что она приехала сюда на автобусе, в отличие от нашего рыжего дурачка, который припарковал свою машину у мафиози за 50 долларов в час. На этой конференции Илон Маск покажет процесс установки продвинутого чипа уже в мозг этим милым обезьянкам, а в скором будущем и человеку. Арнольд, прекрати дразнить приматов ключами. Ну вот, молодец. Наигрался. Не понимаю, зачем такого идиота Илон позвал на свою конференцию. С научной точки зрения нейролинк довольно простое устройство. Это набор электродов, которые передают электрические импульсы нейронов мозга в компьютер. Но с технической точки зрения это все же сложное устройство. Представьте, что мозг — это клубок очень запутанных проводов, а вам нужно очень аккуратно подключиться рядом. При этом ничего там не повредит. Арнольд, беги. Время оплатить парковку. Скоро твою тачку заберет эвакуатор. Нужно скорее забрать ключи у шимпанзе. С такими ценами на парковку будешь питаться до конца месяца только китайской лапшой. Надевай костюм обезьяной, так у тебя больше шансов. Я знаю, что он плохо пахнет. Это всего на пять минут. Давай пробуй еще, у тебя получится. Эй, ребята, куда вы потащили Арнольда? Только я могу ставить над ним опыты. Илон, пожалуйста, пожалуйста, будь нежнее с ним. Блин, ну кому я кричу? Я же просто голос в голове этого кретина. Размер мозга Арнольда почти как у примата. И эта версия чипа подойдет ему как родная. Благодаря нейролинк Арнольд теперь может общаться с другими обладателями этого устройства. Силой мыслей по Wi-Fi. А также иметь огромную скорость взаимодействия с сетью интернет. Арнольд, давай напрягись. Ты точно сможешь это сделать. Даже не сомневался, что у тебя получится, но не думал, что это может затянуться на весь день. Я думал, ты настолько глупый, что тебе даже чип нейролинк не поможет. А ты просто забыл его включить. Я построил машину, которая делает вещи невидимыми на 24 часа. Есть три возможных подхода к невидимости. Первый — это идеальная прозрачность, которой нам не достичь. Второй — камуфляж, когда лучи, рассеянные на объективе, совпадают с теми лучами, которые мы ожидали бы увидеть в отсутствии предмета. Именно таким сделает объект эта машина. Третий — когда некое устройство из метаматериала, типа шапки-невидимки, которая преобразовывает ход лучей света так, чтобы оно казалось неизменным. Сейчас мы спробуем ее напиться. Если все сработает, это будет пицца, на которой можно будет не делиться с друзьями на вечеринках. Так, включаю первый тумблер. Ты знал, что впервые трехмерной невидимости добились группы из Калифорнийского университета «Беркли» в 2008 году, создав сетку из серебряных микроволокон, не отражающую и не поглощающую световые лучи. В результате глазом воспринимался лишь свет от объектов, находящихся позади закамуфлированного предмета. Второй тумблер. Не двигайся! Стой! Что ты... Ах ты, идиот! Я бы тебя избил, но, черт возьми, не знаю, где ты. Надень эту шапочку, чтобы я тебя видел. Итак, у тебя есть 24 часа. Что собираешься делать? Кто бы сомневался? А если бы моя машина работала по принципу невидимости, ты бы стал слепым. Ведь у невидимки показатель преломления тела становится равным аналогичному показателю у воздуха, и хрусталик теряет возможность преломлять лучи света и фокусировать их на сетчатке глаза. Сама сетчатка также не сможет поглощать видимый свет палочками и колбочками. По причине своей невидимости. Но у тебя, как я вижу, со зрением все в порядке. Слюнчай. Окей, теперь, когда спортзал закрывается, мы можем заняться чем-то еще. У тебя осталось 18 часов. Я имел в виду что-то более значительное. Остолоп! Ведь ты мог бы раскрыть страшные тайны и совершить невероятные подвиги. Может, проберешься в зону 51? Ах да, они же в другом штате. У тебя есть идеи? Ты что, вздумал украсть его? О нет, это плохая идея. В любом случае, тебе понадобится план. Конечно, благодаря невидимости ты можешь остаться после закрытия. Но затем будет обход охранника. А вокруг бриллианта лазеры. Ты что, сможешь сделать тройное сальто? Схватить бриллиант и выехать из музея на машине, которая привезет новые древности для экспозиции ровно в 2.00? Все-таки это очень плохая идея. До закрытия музея час. Спрячься в том углу и жди. И шапочку сними. Идиот. Уже скоро, Арнольд. Главное, не попадись. Арнольд, пора начинать. О нет, тебе же всего лишь надо было сделать тройное сальто. А ты опять облажался. Ну что же, теперь беги. Как никогда не бежал. Выход уже совсем близко. Давай, Арнольд. Черт, кажется, все это время ты охотился за стеклянной копией. Как глупо получилось. Хотя это логично, что оригинал они хранят в сейфе. Не видать тебе любви прекрасной Тагаи. И теперь нельзя просто взять и изменить свой стиль. Ты все портишь, мать тво... Ладно, ты знаешь, что в среднем ты произносишь 7000 слов в день. После года молчания ты... Вот дерьмо, Арнольд. Я все для тебя делаю, и ты должен меня слушать. Арнольд, ты с ума сошел? Эта стереосистема издает звук громкостью свыше 150 децибел. Она разорвет твои барабанные перефонки. И даже такой болван, как ты, должен понимать, что включать такое не стоит. Так, все. Арни, я забираю у тебя не только стереосистему, но и телефон, ноут, иксбокс и все твои игрушки. Противиться думал. Ты серьезно? Получай, дерьмо мелкое. Не смей, не смей включать стереосистему, иначе. Какого черта? Арнольд, если ты еще раз такое учудишь, я посмотрю, что будет, если тебя распилят заживо на тысячу частей. Вот так. А теперь приведи себя в порядок. После года молчания звук твоего голоса кардинально изменится. Мозг настраивает наш голос, полагаясь на слух, а за год уши забудут, как ты звучал. И да, говорить после длительной молчанки будет больно. Без тренировок голосовые связки ослабли, а твои легкие быстро истощаются из-за нехватки воздуха. Выглядишь странно. С тобой все хорошо? Хм, ты как-то изменился. Помни, ты всегда можешь со мной поговорить. Арнольд, ты чуть птичку не убил. Придется тебе вызывать ждами такси. Повезло, что это был Воробушек, а не Орел. Мне кажется, или твой телефон вызывает все такси США в одно место. В этой стране около 230 тысяч людей зарегистрированы водителями такси, больше половины из которых Uber. Все эти авто, выстроенные в ряд, создадут пробку длиной 800 километров. Треть штата Нью-Йорк будет парализована. На улицах становится трудно дышать из-за выхлопов, которые увеличились в два раза. Отчего у тебя появится кашель, тошнота и даже инсульт. На скорую надеяться не стоит ни тебе, ни еще трем тысячам пациентов, которые вызывают ее ежедневно. Земля им пухом. Можешь рискнуть и поехать в больницу на метро. Шесть миллионов человек, которые пользовались машинами, уже пересели в подземку. И сейчас там около одиннадцати миллионов злых, опаздывающих людей. Эй, это он создал пробку на дорогах. Преступники уже обокрали половину магазинов города, потому что полиция не может быстро реагировать на вызовы. Тебе лучше вообще убраться из страны. В любом самолете из Нью-Йорка для тебя найдется местечко. Люди не могут добраться до аэропорта, и самолеты улетают наполовину пустыми. От этого компании теряют больше десяти тысяч долларов за один полет. Арнольд, ты всегда платишь свои долги. Все таксисты потратили около пятнадцати миллионов долларов на бензин. Чтобы только приехать на место вызова, как будешь расплачиваться? У тебя там что, и вправду деньги есть? Похоже, Илон Маск решил узнать, возможно ли развить у человека телепатические способности. Не волнуйся, тебя отпустят, если будешь отвечать правильно. Так что угадай, что на картинке. Неверно. А на этой? Да нет же, соберись! Такие опыты проводились в Соединенных Штатах в пятидесятых годах. Их цель была развить паранормальные способности у солдат, чтобы получить преимущество в холодной войне. Подопытным давали ЛСД, так как ЛСД в разы увеличивает активность нейронных связей. Арнольд, соберись! Даже крыса учится лучше тебя. Правда, это не простая крыса, а с чипом в мозгу. Ученые доказали возможность передачи нервных импульсов на расстоянии в 2013 году. Крысы находились в разных городах, но действовали сообща, благодаря электродам, вживленным в мозг, и интернету. Похоже, Илон Маск опробует на тебе сразу все способы развития телепатии. Арнольд, стой! Ты еще не овладел новыми навыками. Учтение мыслей много плюсов. Теперь люди не смогут ничего от тебя скрыть. Но тебе понравится далеко не все, о чем они думают. Плюсы в отношениях. Ты сразу сможешь узнать, если твой партнер тебя не любит. Ты сможешь понимать язык животных. А еще найти свою идеальную пару. Но что, если бы все люди могли читать мысли друг друга? Идеальный мир без лжи и фальши? Ну или... Эй, мистер, не обижайтесь, что он подумал, что у вас слишком прыщавый нос. Боже, это катастрофа! Нет, Арнольд, стой! Не думай об этом!